окей ну тогда погнали сегодня мы поговорим про память в го там не то чтобы много вещей которые с практической точки зрения полезны то есть про какой-нибудь гармош коллектор понимать полезно сейчас я не знаю меня слышно давайте проверим потому что меня зум не показывает что у меня до слышно хорошо окей тогда будем считать что зум меня обманывает да собственно поговорим про то как вообще память устроена в го про то как работает гармош коллектор и про всякие связанные вещи и немножко совсем скажем про выравнивание вот но выравнивание это известная проблема в принципе почти одинаковая во всех языках которых о ней приходится думать она не то чтобы страшно и сложная поэтому про нее тоже поговорим быстро ну начнем в принципе с того как память устроена и собственно go это наверное язык в котором с каждой новой версии все больше и больше добавлялось классных оптимизаций в памяти потому что сначала память была устроена совсем просто она разделялась на буквально три кусочка арена это по сути вот типичный хип куча в которой вы выделяете память которую передаете между разными фреймами стека то есть которые вы не хотите чтобы очищалась когда вы завершаете вызов функции битмап помогал более-менее как-то получать информацию о том какие кусочки арены заняты какие кусочки арены свободно в новых версиях уже все сильно по-другому там такой многоуровневый я вот того как память устроена сейчас немножко поэтому быстро пробежимся но начнем видимо с такого вопроса вот представьте что вы выделяете память какие-то объекты она вам спокойно выдается а дальше вы решили освободить объекты которые больше не используются на этом где-то в середине выделенной памяти находится то есть давайте у меня есть планшет я буду рисовать на это так как-то делается так окей нормально нормально вот в общем у вас есть какой-то такой большой блок памяти давайте рисовать черным чтобы было нормально у вас есть большой блок памяти вы ее немножко повыделяли был какой-то объект записали тут что-то еще у вас много объектов которые там как-то в памяти валяются последовательно и в какой-то момент вы решили что давайте мы какую-то память освободим какие-то объекты мы больше не используем на них ничего не ссылается можно что-нибудь освободить например можно сводить вот это место знает объект перестали ссылаться какие-то другие объекты на него не везут ссылки либо если бы это был язык без горбушек коллектора то вот допустим вы решили просто сами что эту память вы больше не используете можно сделать и free освободили это место освободили это место вот может быть такое что суммарно освободили довольно много памяти значит ли это что мы теперь эту память можем целиком переиспользовать под какой-то новый большой объект ну смотря как сборщик конца работает в условной джаве естественно есть сжимающий копирующий как бы просто так естественно нет ну вот да она разбита дарась короче нужно думать о том как бы все это менеджить так чтобы освобожденную память можно было спокойно использовать вот в го используется такая парадигма в го есть разработчики го посмотрели подумали решили что ну вот программисты они там используют какие-то структурки обычно разных типичных размеров и в принципе давайте мы отдельно будем рассматривать структуры размера от одного байта до 67 байт вот все что больше там аккуратненько отдельно рассматривается но в принципе есть 67 классов их тени раньше что до 67 байт возможно я здесь не правда писал надо будет потом посмотреть но в общем давайте на всякий случай не буду описать но разобьем все возможные объекты которые бывают на классы по тому сколько места они занимают вот все будет 67 классов вот это под вопросом пока держите это возможно неправда я потом гляну и скажу ну либо я в конце просто скину ссылки вместе с презентации в чат там есть несколько очень хороших статей по этому всему которые можно почитать там простым языком все это написано а тут презентации по скорее все вместе особенно так вот мы выделим отдельную память по структуре разного вида ну то есть по структуре разных классов вот минимальный юнита локатора будет называться mspan это будет просто такой блок памяти состоящий из ее страничек который рассчитан под объекта одного размера и когда мы собственно запрашиваем какой-то там молок в смысле выдели мне память то мы мы теперь запрашиваем его не просто какого-то размера а мы запрашиваем под конкретный размер структуры все теперь у нас все замечательно если мы что-то освободили то мы освободили ровно того ровно память из того mspan в котором который соответствует нужному размеру вот и если мы хотим завести новую память под какую структуру определенного размера мы идем соответствующий мспан просим его мы решили проблему фрегментации что у нас как раз если все хранить подряд в одной памяти то у нас освобожденные места могут находиться в разных местах и их не хватит на новую структуру побольше понятно что mspan и так далее они могут заканчиваться они изначально не очень большие поэтому там в какой-то момент когда у вас не хватает памяти под очередные объекты у вас создается новый mspan и так далее эти mspan они одного класса связываются в такой двусвязный список и ими менеджат mcentral вот mcentral это такой двусвязный список mspan одного класса плохо написал который в том числе работает как кэш и он собственно вот это вот выделение дополнительных mspan и так далее у него собственно есть информация о том каким спина в нем лежат и в принципе все ну то есть там есть всякие еще дополнительные поля но мы не хотим сильно глубоко уходить поэтому не суть важно так это такая базовая модель того как память устроена как мы ее используем теперь видимо вопрос такой а что делать если у нас все-таки хорошо заточена на параллельное исполнение на конкурентность и вот там центр он общий для всех грутин чё делать если у нас несколько несколько грутин хотят общаться с одной и той же областью память ну видимо решение номер один которое самое тупое это брать какие-нибудь локи и каждый раз когда грутин обращается какой-то общей памяти мы берем лог берем эту память что-то с ней делаем и лог отпускаем вот разумеется это не очень эффективно какой есть адекватный способ это пофиксить создать несколько таких штук ну условно да то есть м центр это все равно какая-то общая память но можно навесить на нее что-то что будет уникальным для каждого труда давайте все почистим двинемся вперед и так у каждого труда есть как бы над м централ свой небольшой м кэш вот м кэш это буквально кэш который уникален для определенного трэда для определенной гарантийны и причем ну там понятно дальше аккуратненько менеджется так чтобы данные которыми между кэшами и м централ переходит чтобы они вам центр записывались в корректном актуальном состоянии вот чего чего интересного можно сказать прям кэш это то что у него есть у него есть кажется поле названием аллог это просто массив из двух элементов есть аллог нулевой аллог первый вот м кэш он старается помогать гарбош коллектора который мы еще поговорим сегодня чуть позже и когда мы будем говорить о том как гарбош коллектор устроен и как он собирает вообще данные для того чтобы память освобождать он будет ходить по ссылкам по указателям из объектов на другие объекты помечать их как еще живые которые пока чистить не нужно так вот аллог это такое поле м кэш которое помогает гарбош коллектор в аллог нулевом ну то есть аллог позволяет разбить всех хранящиеся объекты на два типа волок нулевом находятся объекты у которых есть указатели на какие-то еще другие объекты ну не только но в общем то что полезно будет при просмотре гарбош коллектор а аллог первый содержит объекты которые не пронисываются и теперь поскольку гарбош коллектором по сути пробегает просто по всем объектам которые для нас актуальны гарбош коллектора теперь нужно пробегать только по аллог нулевому и волок первый он не пойдет у меня нет информации о том насколько это я особо не искал и не думаю что нашел бы информация о том насколько в среднем в программах такая оптимизация позволяет ускорить гарбош коллектор но раз и сделали то видимо полезно вот ну и собственно дальше уже вот этим central это сейчас давайте с этого рисуночки м центр это уже такая то что на этом рисунке обозначены как мхип это как раз сбор всяких м м спэнов так далее вот м центр они менеджет хип который разбивается на несколько арен которые тоже выделяются постепенно заново выделяются новые в виртуальной памяти если нам перестало хватать текущей памяти и в этом central менеджет как раз хип над ними сверху еще есть мкэши которые отдельные для каждой гарантии это видимо не самая практически полезная часть лекции потому что в принципе если вы ничего низкого уровня вы ногой ногой не пишите то вам особо не придется думать о том как память устроен то есть с точки зрения того что вы возможно уже знаете про память что есть собственно какая-то память над ней есть кэши и кэши позволяет делать ее быстрее вот если думать о памяти так то в го по сравнению с другими языками особо ничего сильно не поменялось и конкретно знать про то как она устроена внутри вам наверно не обязательно если вам когда-то вдруг жизни понадобится писать что-то низкоуровневое то иногда приходится задумываться о том как память устроена и аккуратненько учитывать всякие тонкие моменты но пока еще наш курс точно далек от такого уровня поэтому мы начали с такой общей информации которую до какой-то степени стоит запомнить но сильно глубоко в нее погружаться не обязательно двигаемся дальше дальше поговорим давайте про стек и кучу и вот здесь уже будут заметные отличия между тем как устроены столько куча здесь и как они устроены других языках давайте сначала поговорим про отличие от каких-нибудь плюсов ну отличие номер один очевидно заключается в том что плюсах нет гармош коллектора и вот то как устроено выделение на стеки на куча она сильно на него сильно влияет то тот факт что есть гармош коллектор нужно как-то понимать какие элементы выделять на стеки кино кучу без помощи собственно программиста го должен определять определять это сам так вот вот все плюс плюс что происходит вы написали какую-нибудь функцию create она ничего не понимает а давайте обучение возвращать дать она будет возвращать указатель на минт и вы написали что например у нас есть какой-нибудь in x равно 2 и мы хотим вернуть указатель на него ну я думаю тут не обязательно спрашивать что случится всем более-менее понятно вот это вот int x равно 2 она выделилась на стеке стек устроен похожим образом то есть стек более-менее одинаковый во всех языках когда вы вызываете новую функцию она кладется на стек черный видимо буду писать она кладется на стек и создается собственно фреймпоинтер который такая такой блок соответственно функции называется стек фрейм вот и создается фреймпоинтер указывающий на текущий фрейм и стек фреймпоинтер указывающий на информацию внутри так вот собственно если мы в плюсах написали что-то вот такое то вот этот int x равно 2 он если мы тут где-то create вызвали то вот этот вот int x равно 2 он выделится на текущем фрейме то есть наверное не очень хорошо рисовать это как такие блоки одинакового размера которые выделяются на стеке это не совсем так на самом деле происходит примерно следующее у вас есть стек когда вы вызываете очередную функцию где-то сделали вызов функции фу происходит следующее у нас для текущей функции запоминается фрейм фреймпоинтер как то откуда начинается фрейм текущей функции а дальше здесь же сверху на стеке начинают выделяться локальные переменные и там аргументы тогда лет и функции вот если мы там сделали вызов create чувствовать сделали вызов create создался новый фрейм для функции create вот сюда указывает фреймпоинт теперь над ним стеки будут выделяться локальные переменные например вот мы сделали int x равно 2 она выделилась здесь здесь на стеке вот в этом месте памяти выделилась переменная их дальше что происходит ну мы там говорим что мы хотим вернуть адрес памяти этого икса его адрес памяти это собственно его позиция в стеке так это тоже такая область памяти соответственно вот это адрес икса я не умею в интерсант извините и после этого функция завершается ну хорошо вот мы запомнили что адрес здесь функция завершилась теперь она будет снято со стеком снятие со стека означает что мы идем до текущего фреймпоинтера и освобождаем память который мы там завели причем ну там зависимости от реализации в разных языках там либо память по честному освобождается либо на нее забивают она просто остается неиспользуемый но обычно если вы пытаетесь после этого вот функции которые вызывал этот create вы там написали что какой-нибудь там а равно create если вы теперь попытаетесь по а разыминовать указатель и обратиться туда куда он ссылается вам язык скажет что вы не правы потому что вы обращаетесь в память которую который уже нет это называется видимо дэнглинг пойнта если правильно помню и эта проблема собственно того что вы не можете выделены на стеке переменную вернуть куда-то выше по стеку то есть вы можете сделать возвращение по значению тогда у вас делается копии все будет хорошо но вы не можете просто оставить переменную по тому адресу где она на стеке выделилась вернуть этот адрес и надеяться что по нему после этого примерно будет доступна почему потому что этот адрес остался за текущим фреймом и обращаться в стек за текущий фрейм не стоит вот ну и собственно для этого есть куча ну не то чтобы прям только для этого но можно выделять данные в куче в плюсах бы вы написали какой-нибудь new и с помощью new выделили бы новую новый объект в кучу получили бы указатель на него и спокойно боевые тогда бы вам скорее всего потом понадобилось где-то его освободить потому что иначе бы у вас было то есть когда вы этим объектом уже не пользуетесь его стоит освободить иначе вы просто занимаете память объектом который вы не используете вот здесь как как раз основное отличие в го что у вас нет конкретных методов для того чтобы сказать го выдели пожалуйста что-то в куче или в стеке то есть если мы в плюсах сказали что сделай нью или сделай какой-нибудь молок молок кажется тоже кучу идет логично вот если мы плюсом сказали сделай нью или молок то вам выделиться новая память куча в го вы не можете подсказать выдели мне новую память куча вы говорите все то же самое сделай новый x вернее указатель на x его сам понимает выделять этот x на куча или на стать давайте пока вперед избегать еще просто к ним поговорим но суть такая стек такой же а вот выделяется ли на нем все локальные переменные или нет это как раз уже вопрос ну понятно что ответ нет но потом как бы понимаешь что что да что нет сейчас поговорим тоже надо стереть тоже да стек в го он локальный собственный свой собственный у каждой гарутина то есть у каждого труда а куча условно общая она разбивается на области памяти это мы поговорили еще в самом начале в том числе там есть разбиение на вот эти вот спам-классы по тому какие какого размера объекта мы будем там выделять но не суть скажите видимо почему стек быстрее это не то чтобы очень идейный вопрос это тоже не то чтобы сильно привязано го это скорее общий вопрос потому как вообще стек устроен ну потому что чтобы что-то выделить на куча нам во-первых нужно взаимодействие с локатором еще какой-то дополнительный объект аж когда мы с этим работаем и просто грубо говоря прибавляем чиселки к регистру ну да то есть еще повышается локальность кэша рядом работаем все время то есть короче смотрите куча же устроена так что у нее там есть огромный огромный ритуальный память которая насылается над ней есть ну конкретно в годом есть всякие несколько арен над аренами есть всякие тем м сантралы и так далее когда вы делаете запрос вида дай мне что-нибудь куча этот запрос проходит через очень много этих промежуточных менеджеров памяти и в конце в конце приходит по локатор который идет и ищет вам свободно не в конце но в общем он проходит через локатор который проходит через все вот эти этапы ищет вам свободное место это долго первое это долго и второе это действительно не всегда попадает в кэши сейчас не кэш фрэмли а стэк это как мы уже обсудили это структурка которая просто по сути представляет из себя последовательный блок памяти и чтобы получить какую-то переменную на стеке локальную например вам нужно взять фреймпойтер и от него отступить столько ну условно если у вас там переменная была давайте получше сформулировать короче да вас локальные переменные которые не возвращаются из функции наружу по указателю они заводятся на стеке это означает что мы работаем в пределах одного фреймпойн один фрейм это довольно небольшой объем памяти если мы в пределах него ходим то мы часто попадаем в кэш потому что когда мы отсюда что-то запрашиваем нас небольшой кусок этого фрейма запоминается в кэше ну и плюс как бы чтобы получить какой-то кусочек памяти ну допустим чтобы выделить новый чтобы выделить новый объект на стеке нам нужно посмотреть где сейчас находится вершина стека и вот в этом месте просто выделить нужный объем памяти это просто арифметика на указателях это просто взять из стекпойнтер сдвинуть насколько это вперед а именно на размер структуры которые вы выделяете это тоже сильно быстрее чем идти в локатор и проходить весь этот все все это дерево вложенности структуры памяти хипа поэтому короче видимо по большей части хочется работать с переменными на стеке и иногда когда у нас нет особого выбора работать с хипом поэтому ну то есть способ выделять все хипе чтобы не париться о том какие перемены выделять на хипе или на стеке это плохой способ поэтому го пытается как-то по-умному определять что выделять на хипе а что выделять на стеке так вот сейчас не нужно мы все еще говорим про стек да да хорошо извините я не помню просто наизусть все слайды потому что я сейчас там новые слайды про garbage collector доделывал и все остальное уже успел забыть надеюсь вы это не сильно обижаетесь что я прыгаю туда обратно по темам сейчас будем говорить про кучу а все еще про стек говорю так да продолжаем говорить про стрек все таки на предыдущем слайде было сказано что стек в принципе у каждой гарантийны небольшой он несколько мегабайт у мейн гарантийны и кажется два килобайта у остальных это довольно немного то есть если вы делаете что-то большое или что-то очень рекурсивное в какой-то гарантийне то вам скорее всего двух килобайт не хватит это действительно не так уж много это всего лишь там две тысячи байт поэтому да поэтому в стеке есть всякие ограничители а именно лимит того насколько высоко мы таки можем зайти и всякие другие указатели вот собственно что происходит если мы перейдем через текущий указатель на вершину доступного стек там довольно логичное поведение но вот про него как раз стоит знать потому что из-за этого у вас могут быть всякие интересные сайт эффекты вот пусть мы в одной грунтине что-то делали и вдруг мы захотели сделать еще один вызов а он уже идет выше чем чем стекгард что в таком случае логично сделать ну мы соответственно будем обращаться по этой памяти виртуальной у нас просто произойдет как бы исключение прерывания на уровне протон системы и обработчик прерывания уже скажет что мы не правы там кинет ошибку это одно из логи один из двух логичных способов того что мы будем делать к сожалению если было бы так то было бы совсем грустно потому что если взять как функция которой ты передаешь какую-то большую структурку по значению и она немножко рекурсивно то есть она там себя раз 10 вызывает то с довольно большой вероятностью тебе 2 килобайт не хватит а это конечно грустно потому что ну давайте даже более какой-то реальный пример давайте возьмем функцию dfs поиск в глубину который граф обходит это рекурсивная функция она делает порядка глубины от графа рекурсивных вызовов но вот графы с которыми мы работаем они обычно не то чтобы очень маленькие в смысле бывают маленькие конечно но можно представить и большой порядка 10 в пятой вершин если мы не можем себе позволить рекурсию размера 10 5 потому что у нас будет вылетать ошибка то будет грустно то есть в целом это частично правильный ответ есть глобальный максимум размера стака то есть есть ограничение сверху которое нельзя переходить вот но это ограничение больше чем вот эти два килобайт которые мы изначально получаем и на самом деле решение номер два проблемы это такое же решение как то что делают вектора в плюсах ну или принципе динамические массива ну да ведь мы не просто плюсах просто динамические массивы или там слайсы когда вы в них аппенд делаете если у вас кончилось место расширяемся какое-то количество раз и копируем то есть изначально вам выдается такой не очень большой стек но если вы его вдруг превышаете то у вас рядышком не рядышком а в другом свободном месте памяти выделиться новый стек под вашу картину побольше и вот так будет целиком скопировал со всеми вода и дальше вас исполнение продолжится вот с того момента где у вас был стекпоинтер на новом стеке и вот такие расширения они могут происходить пока вы не превысите глобальный лимит сверху на на размер стек здесь стоит обратить видимо внимание на то да блин как неудобно сейчас секунду так да я выбрал уберись как скрыть ситуации поля вот не важно так вот то стоит обратить внимание на то что у стека более высокие адреса более крупные адреса находится внизу стека а дальше идут более чем больше мы увеличиваем стек тем более маленьким адресом мы переходим это на самом деле не не ради мемов так сделано это сделано по следующей причине у вас вся память которая выделена под ваш процесс она не знаю даже где нарисовать здесь она устроена примерно следующим образом образом вот у вас процесс задействует какое-то большое количество виртуальной памяти вот здесь будут всякие маленькие адреса это будут большие адреса здесь будут всякие вспомогательные всякая вспомогательная мета информация про то как вы свою память менеджите дальше будут всякие арены под хип а стек у вас будет расти где-то отсюда потому что вам нужно уметь расширять стеки при необходимости если у вас стек слишком маленький под вашу картину то вам нужно взять и выделить стек в 2 раза больше и вам нужно уметь расширять арены на случай если вам перестало хватать кучи то есть куча изначально выделяется не то чтобы очень большая потому что зачем сразу просить у операционки больше памяти чем нам нужно дальше аллокаторы будут думать о том чтобы если куча закончилась то выделить новую арену и аналогично у вас изначально выделяются не очень большие стеки потому что зачем каждой гарутине большой стек сразу некоторые гарутины делают какую-то примитивную работу которой маленького стека хватит Поэтому под каждую грутину изначально выделяется довольно маленький стэк. И есть необходимость в том, чтобы и арены, и стэки можно было выращивать, в случае, если их не хватает. Поэтому арены будут расти в эту сторону, а стэки будут расти в эту сторону. Поэтому стэк, когда он увеличивается, когда мы в него что-то новое добавляем, если посмотреть на адреса локальных предметных, они будут уменьшаться. Тоже не то, чтобы сильно полезная с практической точки зрения информация, но, в общем, вот так все устроено. Давайте дальше. Да, собственно, здесь мы уже сказали, что если мы перешли через стэка, то случается реалог, и нам выдается стэк побольше. Вкратце можно просуммировать это все. Разумеется, мы хотим работать с примерными на стэке, поэтому GOP будет стараться выделять переменные на стэке по возможности. И, в принципе, он умеет думать про то, какую переменную гарантированно можно выделить на стэк, а какую нет. Но, как бы, всякие... Вот сейчас, давайте я это уточнение напишу. Меня это отражает, что, конечно... О, все, нормально. Вот это с небольшим уточнением, что если мы завели локальную переменную, которая не возвращается вниз по стэку. Ну, то есть, которая ни в каком виде не будет возвращена из текущей функции. Вот. Ну, то есть, тут как бы написано про локальные ссылки, но стоит, видимо, уточнить, что с точки зрения GO вообще не важно, что вы сделали. Вы сделали x равно 2 и return x или же вы сделали... Сейчас. Я подумаю, как это лучше написать. видимо вот так и грек int ну ладно нет хорошо можно забить короче все локальные именно объекты будут заводиться на стеке но если вы где-то делаете локальную ссылку на какую-то локальную переменную и пытаетесь вернуть ее наверх то она будет выделяться на кучу большие объекты в принципе всегда идут в кучу потому что стек маленький его нельзя расходовать на то чтобы большие объекты заводить на нем и в принципе там довольно сложный алгоритм который оценивает надо ли выделить объект на стеке или на кучу он называется это эта фаза компиляции называется escape анализ я не верю что правильно число анализе снова не важно как пишется нет нет и вот эта фаза компиляции она собственно работает над тем чтобы понять какую переменную где выделять я думаю что сейчас можно это сделать небольшую паузу с презентации посмотрите пару примеров на только стереть все я написал я написал какую-то кучу всего но меньше чем в прошлый раз когда я что-то вел поэтому сейчас будет не так много времени на это точно это панчмарки ты когда хрена вот короче давайте смотрите что сделаем заведем структуру которая занимает 4 байта и будем пытаться заводить такие новые структурки и смотреть где они выделились для этого будем брать значение адреса памяти которые соответствует месту памяти этой структуры я его тут еще немножко взял по модулю потому что иначе они слишком большие и посмотрим чок где выводится для этого давайте это закомментируем а это все раз комментируем так я хочу запустить и для этого мне наверно хочется убрать так смотрите чего делаем у нас есть несколько функций которые пытаются что-то пролоксировать разных местах но мы причем вообще не контролируем где она выделяется просто будем смотреть где как го решает что у нас выделиться у нас есть а локейтон стек который просто выделяет две структурки на стеке и печатает их адреса давайте пока посмотрим что с ним происходит если мы запустим блин если мы это запустим на хрен если мы это запустим то мы увидим следующее у нас есть адрес какой-то локальной переменной который мы завели в самом начале этой функции который заканчивается на вот такое число и где-то близко к нему но уже меньше адреса x и y которые мы завели здесь более того можно заметить что они отличаются ровно на 4 байта то есть они просто последовательно на стеке разложились и все с ними хорошо давайте вернем это на место и раскомментируем все оставшиеся посмотрим на следующую функцию мы заводим два указателя на тоже какие-то дэйта и смотрим на то где завелись собственно сами x и y и какие какие адреса у этих указатель давайте собственно запустим посмотрим что получается вывелось вот это можно заметить что тоже адреса все очень близкие а именно у вас сами x и y завелись на каких-то более старших адресах и между ними разница 8 почему потому что на один указатель уходит 8 байт а где-то после этого еще повыше завелись собственно сами вот эти два инстанса дейты тоже с разностью в 4 байта окей смотрим дальше ну это не сильно более интересный пример но идея такая если мы вдруг передаем что-то куда-то посылки точнее по указателю то это все еще не критерий для того чтобы переменную выделять в хипе почему потому что если мы просто передаем в какую-то вложенную функцию переменную которую мы завели локально то пока это вложенная функция активно наша функция тоже на стеке лежит и адрес этой переменной на стеке все еще доступен поэтому если мы просто вызываем придаем какую-то какой-то объект по указателю во вложенную функцию он все еще может быть спокойно выделен на стеке и никаких проблем не будет тоже адрес очень близок это какой-то там из следующих адресов памяти в стеке вот дальше мы уже пытаемся что-то в кучу аллоцировать и для того чтобы самый простой способ заставить го понять что вы что-то аллоцируете в кучу это взять и вернуть указатели на собственно созданную память в данном случае мы заводим два указателя на какие-то дейта и смотрим где они завелись и потом их возвращаем ну можно заметить что у вас тут адреса заметно другие более того они больше не имея они меньше просто они должны быть меньше просто я взял по модулю поэтому непонятно давайте не брать по модулю да вот у нас завелись какие-то другие адреса которые сильно отличаются от адреса нашего текущего стака и можно месячные сильно меньше потому что нас куча располагается в нашей выделенной памяти на более-менее на меньших позициях так где мы делали это мы-то здесь делали вот и вот собственно go проводит escape analysis и чекает про каждую переменную который мы завели на самом деле про каждый объект который мы завели что с ним дальше происходит момент завершения функции это статический анализ в смысле что это происходит не во время рантайма это происходит на этапе компиляции и поэтому он как бы не очень точный он иногда думает что нужно выделить что-то в куче хотя на самом деле его достаточно выделить на стеке мы посмотрим видимо на несколько примеров но я не все из них умею комментировать поэтому я видимо скину кусочек статьи в которой можно это все почитать то есть там есть у этого escape анализа несколько проблем которых он выделяет на кучу больше чем нужно вот но в том числе если мы посмотрим на функцию allokate and escape где мы заводим казалось бы два одинаковых x и y выводим их адреса но возвращаем только x ну вот собственно x будет выделен на кучу на эти вот 3 3 3 8 это уже адресное пространство куча там данном случае а и будет выделен на стеке ну собственно вот и давайте видимо посмотрим на дайте я верну взятие по модулю потому что с ним было приятнее как посмотрим еще раз что у нас там в конце выводится в конце мы выводим адрес x1 который вернулся из allokate and escape вот можно заметить что x2 не изменился вот мы здесь вы выделили и он по тому же адресу все еще находится то есть никаких копирований не было единственное копирование которое произошло это мы указатель собственно который указывал на выделенную дейту скопировали при возвращении когда мы его возвращали сама дейта осталось лежать в куче там же где лежала а здесь по сравнению с x1 который был видимо вот здесь у нас адрес поменялся и причем он увеличился почему увеличился потому что тоже произошло копирование мы вернули вот эту по значению то есть когда мы и возвращаем происходит копия как происходит копия ну вот в текущем фрейме этой функции examples создается новое новое значение дейта и в него копируется значение которое вернулось из этой функции allokate and stack он был поставку выше поэтому него адреса были меньше как-то так но это примерно все примеры которые более-менее как-то полезны с точки зрения понимания как работает escape analysis проблема в том что полного понимания добиться наверно сложно потому что есть всякие вот такие вещи вот нас есть структурку которой есть указатель на инт внутри и мы можем создать все двумя способами да мы можем взвести какой-то инт создать такую ある структурку и сразу ней передать при создании указатель на этот тент либо мы можем создать тоже какой-то with создать такой структурой после этого пустую структура записать по записать в ее поле указатель на этот int. Так вот, оказывается, что это не самое хорошее, что можно делать. То есть, сейчас я могу так сделать, да? Я не могу. Не могу. Сейчас. Давайте просто все бенча запустим. Я не то хотел сделать. Сейчас. Вот так я хочу. Наверное. Да, блин. Ладно, сори, я не умею в... А, короче, ладно, забейте. Сделаем все сразу бенчмарки вместе. Посмотрим на то, что получится. Вот. Собственно, можно заметить следующее. Когда мы запустили бенчмарк, у нас первый способ работает сильно быстрее, чем второй. Причем примерно за счет того, что у нас в первом случае происходит аллокация в куче. А, ну, правда, в втором случае происходит аллокация в куче, а в первом нет. И у нас аллоцируется как раз вот этот вот несчастный value, кажется. Сейчас посмотрим, что там аллоцируется. И за счет вот этой одной аллокации у нас время работы стало 40 раз хуже. Примерно. Почему это происходит, я не до конца умею объяснять. То есть, есть некоторые политики у escape analysis, которые он применяет. И в данном случае можно даже посмотреть, какие переменные убегают в кучу, а какие нет. Для этого есть всякие тулы. Например, собственно, билд с gc-флагами просто. Эти gc-флаги они передаются потом как флаги комплинатору. И можно указать минус n, который позволяет вводить дополнительную информацию о используемых оптимизациях. В том числе он будет вводить информацию о том, какие переменные он отправил в кучу. Минус l нужен для того, чтобы не было инлайна, но у нас тут есть, кажется, директивно но он инлайн, поэтому не сильно важно. Давайте, видимо, запустим что-нибудь такое. Сейчас. Go bench точка. Сейчас. Go test с bench точка минус bench минус gc-флаг минус n равно 2. Вот у этого минус m есть несколько уровней, это просто насколько много информации об оптимизациях вводить. Если поставить больше 2, то там будет уже слишком много всего лишнего, но m равно 2, 2 еще можно читать. Вот, что мы хотим? Мы хотим, видимо, тестить memory и еще посмотрим. По идее, должен был что-то полезное найти. Так, да, вот он пишет, что в 22-й строке Вэйли убежал в кучу. Он еще при этом обычно пишет причину, почему, но здесь причина странная, то есть там обычно причины понимаемые, их там есть какой-то целый список, я, честно, все не помню и поэтому я не помню про каждую из них, что он на самом деле означает. Но вот там есть 4 проблемы, которые можно выделить у Escape Analyze. Я потом скину тоже ссылку, на которую можно посмотреть. Вот если что, ссылка. Тут есть 4 примера того, как Escape Analyze делает плохую работу и пихает в кучу то, чего там не должно быть. Но, в принципе, основная идея такая. Если вы не уверены в том, что вы можете сами предсказать глазами, что у вас отправится в кучу, а что нет, то, во-первых, вы можете поверить в го, что все, что должно быть в куче, оно окажется там. То есть Escape Analyze, он умеет, у него бывают false positives, но у него не бывает false negatives. если что-то должно быть в кучу, то есть, если что-то вы возвращаете куда-то наружу в более высокие по стеку функции, то он отправит это в кучу и все будет хорошо. Но у него бывают false positives, которые вы можете сразу глазами не заметить, можете сбилдить свой проект с GC-флагами минус M и посмотреть, что у вас в кучу отправляется. Иногда с этим можно как-то бороться, там есть типичные способы, допустим, не пользоваться интерфейсами, там, где у вас можно обойтись без интерфейсов, потому что интерфейс это с точки зрения памяти сложная структура, которая хранит TypeInfo и что-то еще, там где-то Escape Analyze падает, ну, не падает, но, в общем, перестает понимать, можно ли точно гарантировать, что ниже по стеку это переменно использоваться не будет. Собственно, да, меньше использовать интерфейсы там, где они не нужны и еще всякие другие мелочи, которые, ну, которые, видимо, слишком специфичны для каждого случая. Обычно можно посмотреть глазами, понять, почему оно в кучу отправляется и сделать так, чтобы это не происходило. Для примера можно, наверное, еще собрать теми же флагами, вот, собственно, исходный код, который мы смотрели с примерами, gobuild, ну, давайте так и сделаем. он дофига всего вывел, можно просить его, конечно, выводить только для одного пакета, наверное, так и надо было сделать, но ладно уж. так, сейчас найдем, а вот, собственно, allocation go, это вот тот файлик, который мы как раз смотрели. И вот он говорит, что здесь многие значения убегают в кучу. Здесь все происходит ровно как мы ожидали, потому что, сейчас, что там, строка 49, да, вот в строке 49 мы заводим y, который убежит в кучу, почему? Потому что мы его, этот указатель, потом возвращаем наверх. И вот он указывает, видимо, причину, сейчас тут где-то есть адекватное название причины. Ну, вот, видимо, return, это причина, почему оно было отправлено в кучу. Еще бывает причина interface converted, это как раз то, что я говорил, что с интерфейсами обычно escape-анализ работает хуже. И еще бывает, причина non-constant size, это немножко misleading, в смысле, оно отправляется в кучу не потому, что оно непостоянного размера, а потому, что оно может быть произвольно большого размера, и выделять его на стеки, это плохая идея. Вот, то есть, если мы где-то здесь делаем какой-то слайс или какую-то мапу, то они отправятся в кучу. Вот, в общем, да, одна из полезных слов, это запускать билд с флагами про оптимизацию. вторая, это делать бенчмем, и он будет вам выводить количество аллокаций в кучу, которые происходят на одну операцию бенчмаркинга, и, собственно, сколько памяти аллоцируется на каждую операцию бенчмаркинга. если вам нужна какая-то более подробная информация, то есть способы сделать ее более подробной. У Go есть профайлер, сейчас, давайте я что-нибудь такое сделаю, сейчас. У Go есть профайлер, я, наверное, хочу найти просто строчку, которую я писал до этого. Это не то, что я хочу. О! Вот, вы можете угадать флаг mem.profile, и, если назовем mem.prof, и попросить его при бенчмаркинге после этого собрать дебаг-информацию для профайлера. тест-мемори, что там мы хотели, Elvis, я спер какой-то код из интернета, можно будет потом его посмотреть. Но, в общем, давайте запустим, он немножко поработает, и после этого он соберет вот здесь рядышком файлик mem.prof, а еще он рядышком оставит собранный экзешнер для профайлера, там в нем будут специальные пометки для профайлера, которые позволят его проанализировать. И дальше можно запустить Go Tool ППРОВ указать ему, собственно, экзешник тестовый и информацию, собранную из GoTest Minus Bench. И, в принципе, можно сразу попросить его собрать какие-то данные, можно его вот так запустить, у вас будет интерактивный режим, и после этого можно здесь у него какие-то команды запрашивать. Например, можно можно, видимо, попросить его в PNG, собрать граф вызовов. Посмотрим. Сейчас, это оно или не оно? Это оно. Да, но он, видимо, отслеживает только места, в которых происходит выделение памяти. Я не умею его достаточно хорошо настраивать, чтобы вводить прям всю полезную информацию. Но сейчас, давайте посмотрим, что мы вообще тестили. Мы тестили вот это. Оно здесь иногда делает, да, у него есть интерфейс, там должны быть проблемы с этим. Сейчас, давайте посмотрим, что можно сделать. Можно сделать топ-10. Нельзя. А, да, потому что я какую-то фигню запустил, конечно. И теперь можно запустить, посмотреть PNG-шку и посмотрим. Вот. И он, короче, покажет, где вообще происходит выделение памяти, сколько памяти в процентах, сколько выделений памяти в процентах каждая операция требует, и, в принципе, может вам call graph построить. Но это не сильно полезно. Вы можете, видимо, сделать такую вещь. Вы можете сделать лист и имя вашей функции. И он вам буквально покажет посрочно, где происходит выделение памяти в хипе, и сколько памяти, собственно, выделяется. Ну, вот там в коде мы выделяем, понятно, какой-то небольшой буфер, на это какая-то память в коде. Это неудивительно. Но еще у нас выделяется довольно много памяти, там, где мы используем bytes new buffer date. Если мы хотим посмотреть, собственно, почему это происходит, то можно опять же вернуться к go build минус getflags минус m равно двум. я хочу сбилдить package memory Elvis. И вот он говорит, что у меня буфер escapes to heap. Почему? Потому что он вот здесь, вот где-то дальше, интерфейс converted, и это происходит потому, что у нас вот этот вот readful принимает его как объект типа интерфейс reader. И вот там дальше есть проблемы, которые мешают escape-анализатору понять, что это можно, в принципе, взялись на стеки. И можно просто забить и воспользоваться обычным точкой readu сразу у input, и у нас сразу все станет хорошо. а именно вот до этого, когда мы запускали bench, где мы это делали? Мы это чуть выше делали, да? Нет, чуть ниже, ладно. Вот до этого мы запускали bench, у нас было две локации на операцию. Теперь, если мы запустим его, то мы получим одну локацию на операцию, потому что у нас наш маленький буфер, он выделяется в heap все еще, но зато мы больше вот этот вот, сейчас я найду, где он был, наверху был, вот этот байт с нью буфер, он соприводеляется на стек. Вот, как-то так. Это все было про скейт-аналисис, короче, он не идеальный, он иногда делает фигню, если вы не уверены, то запустите с нужными флагами, запустите benchmark, запустите профайли, посмотрите, что не так, и будет понятнее, что исправлять. Здесь есть все еще примеры, которые можно рассмотреть, но я не уверен, что нужно, если мы только что там посмотрели. Но здесь примеры попроще, да, вот мы, у нас есть main, он вызывает другую функцию, которую мы запрещаем инлайнить, потому что иначе она заинлайнится, и вообще все будет в стеке одной функции main1. И здесь у нас ничего особо идейного не происходит, мы заводим переменную, возвращаем ее, она копируется, а локации в куче не происходит. Дальше, если мы заводим переменную и возвращаем указатель на нее, то эта переменная будет находиться в куче, и вот, собственно, мы тратим 8-байт на операцию, но то, чтобы пролоцировать одну переменную в архиве. с другой стороны, сейчас, тут я, видимо, случайно, а, нет, не случайно, все нормально. Ну, и с другой стороны, если мы вызываем какую-то функцию и передаем ей указатель, то для этого заводить указатель в кучу не обязательно, ну, в смысле, заводить переменную в кучу не обязательно, поэтому здесь тоже будет ноль аллокаций на операцию. Как построить такой красивый CPU-профайл, можете потом спросить у Ярика, потому что я не успел. Вот, но, в общем, можно строить еще вот такие профайлы. Это, скорее всего, делается тоже через поправ, через какой-то специальный формат. Я не помню, я не знаю, какой конкретно нужен, чтобы построить такую красивую штуку. Вот, но, в общем, он показывает, что у вас происходит много всяких молоков, вот вы видите рентайм молок на то, чтобы повыделять новый объект. На этом заканчиваем вторую часть, видимо, простая как кучу, и переходим к алгоритму garbage collector. Он в некотором смысле стандартный, в некотором смысле не очень, поэтому сейчас по частям будем разбираться, как он работает. Вот, поскольку вы руками не менеджите, какая память выделяется где, из-за вас это делает язык, то из-за вас при этом язык следит, чтобы выделенная память освобождалась. Если мы хотим, чтобы выделенная память освобождалась, то нужно, во-первых, чтобы мы могли как-то определять, какая память свободна, какая нет. Вот, например, в питоне это делается через ревкаунтер, вроде как. У каждой переменной есть количество ссылок на нее ведущих, если у нее становится количество ссылок 0, то ее можно почистить. Проблема в том, что это долго обычно. Это overhead по времени, потому что нам нужно этот ревкаунтер постоянно обновлять. И это довольно небольшой, но все-таки overhead по памяти. Горбыш-коллектор в ГО скорее решает проблему overhead по времени. У нас есть две цели. Цель номер один это чтобы сейчас я хочу обратить контролл. Цель номер один мы хотим, чтобы гарбыш-коллектор работал относительно быстро. Это логично. И такая подцель первого пункта это чтобы гарбыш-коллектор мог работать параллельно с тем, как работает программа. То есть один довольно простой способ сделать гарбыш-коллектор следующий. Вот у нас наши герорутины работают, 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 что-то делают, давайте мы просто возьмем и в какой-то момент их все прервем. Вот эта вот операция прервания всех абсолютно гарутин, что бы они ни делали, точнее всех пользовательских гарутин, называется Stop the World. Ну, условно остановить мир. Действия перестают происходить. И после этого запускаются отдельные гарутины, которые занимаются собственно собиранием мусора и освобождением памяти. Опять же, в первых версиях Go примерно так и было. И вот эти задержки на гарбыш-коллекшн могли доходить до 100 миллисекунд или даже больше. Это довольно заметная проблема, потому что зачем нам язык заточенный на конкурентность, если он не умеет в конкурентный гарбыш-коллекшн. Ну и в принципе вот этот overhead в 100 миллисекунд это конечно слишком много. То есть какие-нибудь скрипты для того, чтобы сделать какую-то задачу и завершиться им, наверное, сильно больно не будет. Если у вас написан веб-сервис, который должен обрабатывать много запросов, то это может быть критично. Поэтому в общем целью разработки, одной из целей, которые пытались достичь в разработке гарбыш-коллектора в Гоа, было, чтобы он мог работать почти целиком без остановки мира. То есть чтобы он мог работать параллельно с программой пользователя и это не вызывало никаких проблем. Сейчас не совсем так, то есть, короче, нельзя сказать, что они полностью параллельны. Stop the World все еще происходит, он просто короче. Он нужен в одной из нескольких фаз гарбыш-коллектора, чтобы окончательно привести все пометки в корректное состояние. Но давайте сначала поговорим в принципе о том, как можно попробовать задизайнить гарбыш-коллектор. Есть стандартный алгоритм, который для гарбыш-коллекшена используется, называется Mark and Sweep. То есть помечаем и я не знаю, как слово Sweep лучше перевести, но будет, наверное, по идее заметаем, но плохой перевод. Короче, будет Mark and Sweep просто. У него есть две фазы, это собственно фаза пометок и фаза очистки памяти. Вот Гошная очистка памяти происходит дать сначала про Sweep поговорим, потому что он проще. Sweep устроен очень просто. Он проходит по всем вообще объектам в кучу. И, во-первых, он помечает, что мы эти объекты больше не используем. условно освобождает программную память, которая под них была использована. То есть там делает новые пометки в аллокаторе, вот в этих mcentral, mspan и так далее. А, во-вторых, отдает каждый такой объект в отдельную герутину, которая в год традиционно, конечно, называется scavenger, которая освобождает эту память и отдает ее обратно операционной системе. Вот. Это все, что делает вторая фаза. Особо ничего идейного. Более того, если мы при какой-то объект знаем, что на него уже нет ссылок точно, то есть если мы по итогам первой фазы нашли объект, который уже гарантированно можно освободить. Ну, поскольку на него уже нет ссылок, то они уже и не появятся, его спокойно можно освобождать. Поэтому вот этот sweep может работать параллельно с основной программой. Если какой-то объект гарантированно уже можно освободить, то sweep можно делать параллельно. Он ничем особо мешать основной программе не будет. Основной вопрос представляет из себя фазу пометок, потому что если мы хотим ее делать параллельно, то это как раз всякие уже технические трудности. Идейные трудности, скорее. Ну, собственно, тоже стандартная техника давайте помещать все в три цвета. Три цвета это белые, которые мы пока еще про них ничего не знаем, серые, которые мы знаем, что достижимы из какого-то корневого объекта и которые мы пока еще не обработали, и черные, которые мы уже обработали и из них всех их соседи посмотрели. Вот. Происходит пометка объектов примерно в таком порядке. Изначально рассматриваются все корневые объекты и помечаются серыми. Что является корневыми объектами? Ну, что можно считать какой-то объект, который мы... Это, во-первых, локальные переменные, которые у нас в стеке есть, достижимое состояние, и также глобальные переменные. Да, да. Это глобальные переменные и стеки. Да, то есть мы, короче, в самом начале фазы мы проходим по... На самом деле нет, но, короче, в самом начале фазы мы не проходим по стекам заново, потому что мы, на самом деле, проходим по стекам заново в конце предыдущего запуска Grublish Collector. Но, в общем, в самом начале фазы с серыми помечены все локальные объекты на стеке и все глобальные объекты. Вот. Это называется корневые объекты, начиная с них мы начинаем Grublish Collection, а именно они помечены серым, начинаем с них. Дальше алгоритм пометок примерно следующий. Я не помню, что на следующем слайде, давайте я на всякий случай приключу, чтобы... Да, хорошо. Да, в общем, что происходит, мы на каждом, условно, шаге этого фазы Mark мы делаем следующее. Мы выбираем какой-то серый объект и мы помечаем его черным во всех его соседей серым. Ну все. В какой-то момент мы окончательно посмотрим на все серые объекты, всех их соседей пометим черным и после этого все, что осталось белым, это какая-то свободная память, которую можно освобождать. Ну, точнее, какая-то неиспользуемая память, которую можно освобождать. Вот здесь мы пометили черным A, пометили серым B. Дальше мы пометили черным B, пометили серым C и E. Дальше по очереди пометили черным C, пометили черным E, потом пометим черным F и серым G. Ну, в общем, пометим черным F и серым G. и потом G останется последним серым, мы его пометим тоже черным и завершимся. Вот. D остался белым, мы его освободим. Ну, точнее, мы его вот на уже sweep фазе, мы пройдемся по всем объектам, увидим, что D белый и отправим его с кавенджеру на сиденье. Вот. Ну, собственно, возвращаемся к тому, что мы хотим, чтобы garbage collection происходил параллельно с нашей программой. Какая проблема может возникнуть, если вот этот алгоритм работает параллельно с программой пользователя? Которая приведет к тому, что мы освободим память, которая на самом деле используется. Ну, наверное, что мы создали ссылку на эту ячейку памяти. После того, как алгоритм Mark прошел эту ячейку скачем. Ну, типа того. Ну, то есть, короче, скорее не на нее, а если мы создали ссылку, точнее, указатель из A на D, например, из черной в белую. Вот если у нас есть указатель из черной в белую, то у нас проблема. Почему? Потому что черную мы уже обработали, и всех ее соседей тоже. Обрабатывать ее заново мы не будем, и мы вот эту вот несчастную D так и не пометим, как используемую. После этого она будет успешно очищена, и когда мы из A попробуем туда обратиться, мы попадем в память, которая уже не существует. Она в нашей виртуальной памяти не ссылается ни в какую физическую. потому что мы уже отдали ее потенциальной операционной системе обратно. Я сейчас, возможно, сказал небольшую фигню, но суть понятна. Сейчас мы, типа, взяли unsafe, грубо говоря, там, в какой-то объекте, который был потерян, и его, там, указательные создали. Не обязательно. Давай хорошо. Приведу пример, который без unsafe работает. Смотри. Какой цвет? Белый хочу. Вот у нас есть вот такой объект, такой и такой. Сейчас у нас оба этих объекта являются серым. У меня нет серого цвета, но я поэтому покрашу вот так. Этот серый, этот серый, этот белый. И у нас есть вот такая ссылка. Мы сначала обрабатываем этот серый, делаем его черным. После этого пользовательская программа делает следующее. Она говорит, что вот отсюда, ну, конечно, возьмем вот этот объект отсюда, поставим отсюда ссылку туда же, а эту ссылку уберем. И потом, когда у нас горбушек коллектор начнет рассматривать вот этот серый объект, он покрасит его в черный, а вот эту ссылку уже не посмотрят, потому что ее уже нет. То есть сначала была вот эта обработана, дальше пользователь поменял ссылки, и дальше вот эта была обработана. Тогда у нас никаких ансейфов не используется, у нас в смысле реально просто переставили ссылку на существующий объект из одного на другой. Но поскольку порядок обработки этих серых был противоположный, то пока ссылка была из второго объекта в третий, мы по ней еще не прошли, потому что обрабатывали первый. А когда она появилась, ну, когда эта ссылка пропала и появилась из первой в третий, мы уже к этому моменту первой обработали и уже заново на третий не посмотрели. Вот такая проблема может быть. Ну, в общем, да, следить за консистентностью данных и за тем, что делает пользователь, это сложно. Поэтому, ну, в общем, отказываться от конкурентности не хочется, поэтому используется следующая идея. Используется идея под названием барьер-запись. Это мы и так уже поняли. Это мы еще не поговорили, но вот давайте поговорим про барьер-запись. Собственно, здесь могла произойти проблема, которую мы только что посмотрели. Как с ней справляться? Окей. Нам требуется поддерживать какой-то инвариант, который заставит, даже если наш мьютейтор, то есть исходная программа что-то меняет, который заставит со мной рабочий коллектор в марк-фазе пометить все белые, которые достижимы, как небелые. Вот есть два возможных инварианта, которые мы хотим поддерживать. Первый – это сильный инвариант. Он заключается в том, что нет ссылок из черной в белую. Сильный инвариант запрещает вот такие пары. Красный на синем не очень хорошо выглядит. Если у нас есть черный объект и у него есть ссылка на белый, то это нарушение сильного инварианта. Сильный инвариант запрещает вот такие референсы. Слабый инвариант чуть проще. Слабый инвариант говорит следующее. Если у нас есть белый объект, достижимый из черного, точнее, если у нас есть серебро вот такое из черного в белый, то должен существовать какой-то путь в эту белую, проходящий хотя бы по одной серой вершине. То вот где-то там есть серая, из которой это белое достижимое. Это слабый инвариант. Ну, понятно, что и в том, и в другом случае. После этого маркет работает корректно, независимо от того, какие изменения происходят, если мы этот инвариант поддерживаем. Почему? Потому что в сильном инварианте просто у нас не бывает вот таких ребер, поэтому все, что достижимо из черных, там рано или поздно будет помечено. В слабом инварианте, если есть такое ребро, то мы, конечно, по вот этому ребру уже обновление не сделаем, но сделаем обновление по вот этим всем ребрам. И рано или поздно это белое тоже будет покрашено в черном. Я там, видимо, да, пролистал несколько слайдов. Давайте чуть-чуть вернемся. Почему вообще хочется делать параллель? Потому что там в первых версиях Go тоже был garbage collector, который собирал, ну, который просто останавливал ваше приложение и спускал отдельную рутину garbage collector. Он вот этот вот процесс остановки, он не очень хороший, потому что на момент версии 1.4 еще была проблема с тем, чтобы остановить грутину в определенный момент. Ее можно было остановить только, когда происходит вызов функции, то есть, когда на стэк добавляется новый фрейм. Вот только в эти моменты грутину можно было остановить. и если у вас там был какой-то заполненный цикл с вычислением какой-то сложной, с какими-то сложными вычислениями, то garbage collector просто не смог быть запущен, пока у вас эта грутина не досчитает то, что нужно. Потом, конечно, в следующих версиях Go это пофиксили, там добавили новые возможные интерапшн-пойнты, которых грутину можно прервать. Но в любом случае было много проблем. Первое, что garbage collector мог долго ждать. Во-вторых, то, что во время работы garbage collector не работало само приложение и на это уходило много времени. Ну и в-третьих, ну, давайте без третьих. Я не настолько много подробностей знаю про старые версии garbage collector, поэтому остановлюсь на том, что я знаю. Больше этого рассказать не буду. Ну, в общем, да, в следующих версиях Go garbage collector сильно улучшался и вот сейчас мы рассматриваем, как работает его относительно современный алгоритм. Ну, вроде как в последних версиях такой алгоритм. Так вот, чтобы поддерживать этот вариант, вводится то, что называется барьер записи. Или зачем я это пишу, если это все равно есть на следующем слайде. Барьер записи. В современном, ну, то есть в последних версиях Go, мне кажется, используется такой гибридный барьер из двух версий. Вот, есть барьер Dextra и есть барьер, я честно не помню имя, оно должно быть на следующем слайде, я его забыл. Yoast. Я даже не знаю, что, я даже не уверен, так ли оно читается, в общем, но есть барьер Yoast. Если он склоняется, конечно. У них разные принципы их работы, разные идеи за ними стоящие, в некоторых случаях один эффективнее, в некоторых другой. Вот Go старается более-менее эффективно совмещать эти два, так, чтобы все работало наиболее оптимальным. Давайте сначала поговорим про барьер Dextra. Это то, что называется инкрементальный барьер, он следит за тем, что если у вас произошли какие-то новые изменения, давайте мы их учтем. То есть, короче, если было изменение, учтем его. в данном случае вот Mutator это наша программа, наше приложение, которое мы запустили, и оно работает. Вот когда мы включаем Write Barrier, у нас усложняется создание указателей. Если раньше мы просто могли спокойно выставить указатель куда нужно, и все, то теперь это создание нового указателя или перестанет перестановка указателя на какое-то другое место сопровождается перекрашиванием его таргет данных. Например, вот здесь у нас Mutator поменял вот эту ссылку на вот эту ссылку. что делает барьер записи дэкстра барьер записи дэкстра говорит, если у нас указатель переместился, пометим то место, куда он переместился серым. То есть мы просто помечаем серым то, куда переставляется указатель. это довольно логичное действие. То есть теперь у нас никогда не может быть лепра из черного в белый. Если мы построили лепр из черного в белый, этот белый сразу же перекрасится в серый и будет потом обработан. Проблемы, которые берутся отсюда, ну, не то чтобы отсюда, которые просто в принципе берутся в таком подходе, потому что у нас нет ревкаунтера. На этом цикле грабеж коллекшена B не будет удален. Вот. Но это в принципе не из-за этого врать барьера, это просто из-за того, что мы не умеем быстро понимать, что на объекте все ссылки пропали. Если ссылка была и она исчезла, то нам сложно это понять. Поэтому это не страшно. Страшно скорее то, что у нас довольно часто в принципе какие-то указатели переставляются. То есть мы получаем overhead по в принципе действиям вида переместить указатель из одного места в другое. Поэтому есть второй барьер, который использует немного другой подход. Он давайте сейчас тоже туда перейдем. Есть другой подход к барьеру, который вместо идеи если случилось изменение, то его учтем, он поддерживает идею снэпшота. Или если случилось изменение, давайте сделаем так, чтобы все равно были обработаны те вершины, которые были бы обработаны до этого. Господи, как сложно. то есть давайте поддержим множество обрабатываемых вершин. сейчас, как нормально сказать, чтобы было понятно. я в нем сегодня утром разбирался, он сильно более нетривиальный. Сейчас я попробую сформулировать так, чтобы не запутать никого. Давайте я сначала скажу, в чем идея, а потом попробуем сформулировать, в чем как-то простыми словами сказать. идея примерно такая. Давайте посмотрим, что случается, когда мы из объекта была такая ссылка, мы ее убрали и переставили в какое-то другое место. Идея этого барьера такая. Если мы переставили ссылку в другое место, давайте покрасим в серый вот эту вершину, с которой ссылка пропала. В чем суть? Суть примерно такая. Мы стараемся оставить неизменным сейчас, блин, не знаю, как это на пальце формулировать. сейчас. Ну, здесь, короче, не самый лучший рисунок, потому что это не самая идеальная иллюстрация. Я могу попробовать найти кусочек статьи, в которой это было нормально написано. Я не уверен, что у меня получится опять же. Ой, господи, хочу найти нормальную иллюстрацию. Давайте все сотрем. Это фигня. тоже фигня. Блин, я сейчас не найду ее. Ладно, извините. Короче, идея примера следующая. Мы красим тот объект, с которого мы сняли ссылку. Это может казаться немного контратуитивно, но мы красим то, с чего мы сняли ссылку и видимо мы изначально все вершин я был уверен, что я осознал это перед тем, как лекция начиналась, а сейчас я начинаю задумываться и понимаю, что я перестал это понимать. Окей, короче, давайте, чтобы я вас сильно не задерживал и тут не мучился в попытках это осознать и объяснить, давайте оставим это под звездочкой. Это короче, немного другая идея барьера записи, которая в некоторых случаях уменьшает overhead на вот эти изменения, которые мы вносим и она работает честно, но я видимо перестал понимать как, поэтому я видимо чуть позже осознаю и скину где-то можно почитать. Но суть такая, Go использует некоторую гибридную комбинацию того барьера, который адекватный, который предыдущий, который я смог объяснить и этого, который я вроде как осознал, но видимо нет. И за счет этого как-то там аккуратненько менеджит перформанс garbage collector. Они вместе поддерживают вот этот вариант и они его поддерживают так, чтобы у нас не возникало проблем, чтобы garbage collector не захотел почистить объект, на который на самом деле появилась ссылка. Ну и собственно собираем теперь все это вместе. Сейчас там еще небольшие изменения повносились, но в версии 1.5 примерно логеритм был такой. Весь кормуш collection разбивается на фазы, в некоторых фазах он отключен и вообще не мешает. В некоторых фазах он выполняет какую-то работу параллельно с нашей программой и у него есть вот эта одна-единственная фаза, в которой происходит Stop the World, то есть вся наша текущая программа останавливается и запускается фаза garbage collector, которой нужно, чтобы при этом наша программа не работала. в общем, короче, здесь он ненадолго включается, чтобы мы пометили все глобальные эстеки как стартовые точки серые и после этого Stop the World прекращается, мы запускаем дальше мир и дальше начинает garbage collector помечать объект. На то время, когда он помечает объект, у нас включается вред барьер. То есть вот здесь пока наш garbage collector сканирует и красит все ноды в куче, включается вред барьер и он добивается того, чтобы изменения, вносимые нашей программой, не портили нам инварианты цветов. Ну и в конце, когда, собственно, все было помечено, у нас собственно вот эта фаза пометок завершается и именно на фазе пометок происходит собственно завершение основной фазы garbage collection в частности мы должны уметь как-то более-менее понимать, что у нас не осталось вершин, которые нужно еще как-то обработать. Кто это, мы скажем, что у нас не осталось вершин, а после этого нам наша программа создаст новую ссылку на какой-то объект, который станет белым и мы его не покрасим. Будет проблема. поэтому когда мы заканчиваем нашу фазу Mark, мы должны быть уверены, что новые объекты не появляются в частности. Поэтому вот конкретно на этой фазе мы должны сделать Stop the World и остановить все остальные грутины. Ну и тут же происходит просто всякое подведение итогов этой фазы. У нас в общем там происходят всякие внутренние процессы garbage collector, которые нужны фазу завершить. И после этого наша программа возобновляется и на sweep фазе, которая работает с ней параллельно, все, что было помечено белым, оно отправляется в scavenger. Вот, как-то так. То есть, короче, стоит помнить, что вот эта штука нужна как минимум, потому что нам нужно уметь понимать, что фазу Mark можно закончить. А мы не можем однозначно просигнализировать о том, что она закончена, если мы не уверены, что в этот же момент не появится новая ссылка на белый объект. Вот, как-то так. Ну и все это вот так в циклах работает, он периодически включается-выключается, проходит вот такой цикл фаз. Для того, чтобы граммш-коллектором управлять, есть пока что только одна переменная окружение, которое позволяет вам настраивать рядов между собственно тем, как часто граммш-коллектор включается и сколько он съедает мощности вашего CPU и тем, сколько лишней памяти у вас в каждый момент времени может находиться. Сейчас уже довольно хорошо это все пооптимизировано. В Go, начиная с версии 1.5, там максимальная пауза достигает не больше 10 миллисекунд. То есть вот этот вот граммш-коллектор в принципе большую часть работы хорошо выполняет конкурентно и вот этот Stop the World выполняется за довольно маленькое время. Собственно, да, чтобы из этого всего полезно помнить, что можно его более-менее настраивать, но это нужно делать, когда вы понимаете, зачем это делается. Вот есть вот такая переменная окружение, которая говорит, сколько лишней памяти вы себе готовы позволить. Есть где-то, кажется, на официальном сайте го-документации. Сейчас я даже найду. Сейчас надо почистить все. там есть, кажется, примеры того, как этим GoJC пользоваться. И вот здесь можно, допустим, его подвигать, посмотреть, как у вас относится пиковое количество памяти и сколько CPU съедает garbage collector и сколько вообще времени, насколько времени увеличивается время работы вашей программы. Вот, например, если мы разрешаем garbage collector просто работать постоянно и не разрешаем почти никакой лишней памяти, то вот у нас живая память всегда будет такая, как и должна быть и почти никогда не будет новой памяти, которая будет сильно превышать какое-то очень маленькое количество. зато ваша программа будет работать очень долго, потому что garbage collector будет постоянно что-то делать. Вот, хороший тридов где-то здесь. Ну, давайте сейчас на максимум еще посмотрим. Вот в максимуме, если вы вообще не запускаете garbage collector, то у вас вся выделенная память будет все время активна, она не будет чиститься, зато программа быстро отработала. Вот можно поставить его где-нибудь на 25 и он съест совсем немного CPU. Ваше максимальное количество памяти активное в какой-либо момент времени, оно сейчас, оно не сильно превысит сколько вы реально памяти используете, то есть реально вы используете 30 мегабайт, вот в этом случае вы используете 36, но это не сильно больше, это можно себе позволить, и время работы у вас увеличилось не сильно. то есть короче это переменная позволяет достигнуть некоторого тридоффа между временем работы и используемой памяти. Обычно не приходится его двигать, то есть короче коллектор Гошный хорошо сам себя настраивает и подстраивается под программу, но если вдруг нужно, то можно. Как бы if there's a will, there's a way. Так, я хочу вернуться назад. Это видимо почти все на самом деле. Стоит немножко упомянуть про то, что представьте, что у вас есть большая структура данных, просто большая структура, в которой много полей, много данных, строки, числа и так далее, и если вам вдруг захотелось из-за того, что она большая, передавать ее по указателю вместо того, чтобы копировать. Если вы хотите передать ее по указателю в какую-то вложенную функцию, то спокойно дерзайте, все будет хорошо. Если вы хотите передать ее по указателю куда-нибудь наружу, лучше не стоит. Почему? Потому что можно на какой-нибудь бенчмарк посмотреть, там, где вы пытаетесь по указателю вернуть наружу, у вас работает в 10 раз дольше, потому что у вас тратится много времени на то, чтобы провалансировать ее в куче, и это сильно больше, overhead, который вы получили из-за ее копирования. Копирование структурки чаще всего будет быстрее. Если это, конечно, не какая-нибудь мапа или что-нибудь еще, но мапы, они и так по умолчанию заводятся в хиппи, и про них особо беспокоиться не нужно. Вот. Вот такую статистику тоже можно собрать еще одной гошной толой, которая называется Trace. Я про нее особо рассказывать не буду, потому что я ей вообще никогда не пользовался, мне не приходилось. Но как будто в интернете, наверное, есть много примеров Trace пользоваться. В том числе Trace умеет следить за тем, сколько у вас ушло времени на паузы garbage collector, которые вот эти stop the world делают, и сколько в сумме garbage collector потратил времени на sweep фазу. Вот. На этом почти все. Совсем почти все. Я уже честно почти заканчиваю. Сейчас, как там в зуме включить аппарат на controls. Без понятия. Escape. Окей. Совсем маленький еще кусочек примера. Это про alignment структуры. Вот, в общем, я думаю, что вы, в принципе, немножко знаете, если в этом написали, то, может, даже не немножко, вполне себе хорошо знаете про то, что такое выравнивание. Вот, выравнивание это способ ускорить обращение к полям структуры. Го пытается пользоваться как-то выравниванием, то есть, если у вас в Го есть несколько полей, он постарается выровнять их по максимальному из них, почти всегда. Там есть исключения, они редкие, но в общем случае можно считать, что поля в Гошной структуре выравниваются по длине максимального из полей. И вот, если я сейчас запущу какую-нибудь вот такую вещь, это можно закрыть, это можно запустить, то мы получим, что структура, которая хранит 2 int 8 по 1 байту и 1 int 64 по 8 байт, она будет занимать на самом деле сейчас, она будет занимать 24 байта. Почему? Потому что она попыталась каждый элемент этой структуры выровнять по по 8 байт, то есть по максимальной длине. Если у вас есть какие-то поля, которые можно вместе объединить в том, чтобы они занимали меньший размер, чем максимальный из полей, то ГОС скомбинирует их вам в одно поле, скомбинирует их вам в один такой блок алаймента, и если вы расположите поля в порядке А, С, Б, то есть два маленьких, одно большое, то он вам разобьет структуру на два блока по 8 байт, и в первый 8 байт упихает А и С, а во второй займет Б. Тут видно, что вместе разместились единичка и тройка по одному байту, дальше идет 6 байт мусора, и дальше идет 8 байт соответствующего Б. То есть короче, думайте про алаймент иногда, когда вы критически хотите, чтобы у вас хватало памяти. Если это для вас не принципиально, то есть у вас не то, чтобы много всяких структур хранится нестандартного вида, то можете забить. Если вдруг у вас что-то память непонятно откуда много лезет, то пользуйтесь правилом, что скорее всего Go все выровняет под большее из полей, и тогда лучше расположить поля так, чтобы их можно было пообъединять вместе, уместив в один блок соответствующего размера. Вот. Это, в принципе, все. Более-менее. Но тут есть еще один пример, который я забыл показать, когда про стак говорил, что он перевыделяется. Давайте быстренько покажу. Есть, собственно, функция, которая рекурсивно делает какую-то работу. Нет, или это? Нет, нет, я хотел что-то другое. Сейчас, где у меня находится стак копия. Вот. У меня есть функция стак копия, которая принимает, собственно, указатель на строчку, номер итерации и какой-то большой массив фэнтов. Это массив фиксированного размера, поэтому он выделяется на стаке по возможности и здесь происходит копия, потому что мы передаем его по значению. Давайте я вызову memory stack копия и запущу. И мы в нем пытаемся в самом начале всегда выводить номер итерации, указатель на строчку и саму строчку. Вот можно заметить, что указатель на строчку сначала два раза одинаковый, потом меняется, потом он четыре раза одинаковый, потом меняется, потом он еще восемь раз будет одинаковым и потом снова поменяется. Вот он меняется, потому что stack расширяется, он реалоцируется в другом месте и в него копируется все, что было на стеке отложено. Почему stack расширяется? Потому что мы с каждым вызовом рекурсивной функции напихиваем в нее еще надолго не хватает он просто много раз релацируется происходит копия и вот это вот значение которое мы по указатель ну короче указатель на строчку который мы где-то завели он меняется то есть это это указатель на строку который мы завели где мы завели ее вот тут предыдущей функции потом мы из этой функции вызвали stack copy с указателем на эту функцию и тот факт что здесь меняется указатель означает что просто весь стек вызов включая фрейм вот этой функции examples он был перекопирован в другое место все на этом у меня полезные примеры закончились и вроде как мы про все полезное важное поговорили единственное что я зря готовился рассказывать про второй врать барьер потому что я забыл про то как он работает ну ладно надеюсь что вы мне эту маленькую мелочь простите я вам скину где можно про это прочитать если вам будет интересно ну тогда секция можем заканчивать а чуть позже иでも через 20 можно собраться разобрать несколько домашек последних которые мы не разбирали, и на этом тогда совсем будет все. Ок? Ок? Да, будем считать, что ок. Хорошо.